Кровь морала пьешь? В UFC или в ПФЛ? Сейчас здоровье не то. Старенький стал уже, пенсионер, лысый. Была долгая история, были разные люди. Как ты пережил исход этого боя? Мне сломали ногу. Извинюсь за непрофессионализм. Хочется, чтобы побеждал вот это? Ну, засудили, значит, вот и все. И с этим и живешь. Друзья, всем привет! Подкаст «Мешки ворочать». Режим авиа включен на всех наших телефонах. У нас в гостях Алексей, экс-боец UFC. Узнаем, чей боец в нынешнем будущем. Кунченко. Леха, привет! Приветствую! Команда сегодня собрана. Это, значит, профессиональный менеджер Александр Скоредин, команда «Рать». И профессиональный ведущий Дима тоже с нами. Всем привет! Леха, я задам самый первый вопрос. Вообще, кто ты, где ты, как ты? Что происходит в твоей карьере? У меня сейчас идет реабилитация. Была договоренность определенная, чтобы я подрался на турнире, который проходил недавно, где Шлеменко Александр дрался с Ильичем. Вот, я должен был на этом турнире выступить. И за два месяца до боя мне сломали ногу. Вот, один такой маленький нюанс такой был. Спарринги? Да, это была на спаррингах борьба. Первый раунд, первая минута, и мне сломал ногу. Естественно, этот человек, конечно, неадекватный, как бы. Но ничего хорошего не получилось от этого. Но сорвался бой, потому что и так у меня перерыв был большой. Считай, год я не дрался с ПФЛ, считай, ушел уже. А потом, получается, здесь организовали мне бой. И в итоге мне еще и ногу сломали. В общем, какое-то невезение получилось у меня. В общем, сейчас восстанавливаюсь, а дальше мы будем смотреть, как реабилитация пройдет. Может быть, уже к декабрю я восстановлюсь. Ну, даже как восстановлюсь. Форму наберу уже. В принципе, буду готов, наверное, в декабре подраться. Так что будем надеяться на лучшее. А тебе важно вообще в декабре подраться самому? Ну, типа, знаешь, вот, ну, ты же уже возрастной такой чувак. Да. Что для тебя важно? Хорошо восстановиться? Или все-таки подраться в декабре? Слушай, ну, восстановиться, это, наверное, самое главное. Ты же понимаешь, что сейчас здоровье не то. Старенький стал уже, пенсионер, лысый, седой. Ножки болят уже. Надо восстановиться и в декабре подраться. Но я рассчитывал на это, что я же не буду на костылях там 3-4 месяца ходить. Это все зависит от человека, как у него будет цель и какая мотивация. У него может и три года восстанавливаться. Для меня хватает пораньше. Так же, поэтому у меня есть желание, мотивация. Поэтому у меня все быстро восстановится. Слушай, вот у меня на самом деле интерес возник, когда ты сказал, что должен был бой быть тогда, когда у Шлеменко. Тебе его предлагали именно потому, что там Шлеменко дерется в этот карт? Или просто сапал? Изначально хотели на такой основной турнир мне поставить, потому что договоренность была, чтобы поставили мне на этот турнир, когда должен был Шлеменко с Магой Исмой. Просто он снялся по травме Магой Исмой, правильно? У него что-то с коленом там было. И они перенесли его на декабрь. Но так как вы уже заранее договорились, что я буду на этом турнире, ну иначе так получилось. То есть они мне и поставили. На 26-й какой-то там. Слушай, да я еще вопросик такой задам. Ты меня представил профессиональным ведущим, а я извинюсь за непрофессионализм. Я же правильно понимаю, что ты с Александром очень близко, ну там, в одной команде вы и так далее. Ну мы-то раньше, да, в одной команде были. Ну вот расскажи свои ощущения, когда вот ты наблюдал. Сейчас огонечками перекидываетесь в сториз, нет? Уже все. Как вообще вы общаетесь? И видел ли ты вот этот нокаут? Ты был на том турнире? Я был на этом турнире. Я прям в первом ряду сидел. Эмоции твои ощущения хотелось бы услышать? Эмоции, ощущения? Ну как, не ожидал, конечно, этого. Я вообще думал, что все равно как фаворитом был Александр, в первую очередь. Потому что все понимали, что у него бой будет основной, главный. Но никому неинтересно не было, чтобы Александр кто-то так выиграл. Но здесь, видите, это лаки-панч. Можно любую упасть, может. А сейчас ты с Александром так близко не общаешься, как раньше? Я сейчас с ним не общаюсь. Но вот и в связи с этим ты какие-то ощущения особо испытал? Типа переживания за... Ну потому что мы смотрели... Все равно, видите, в одной команде мы были, все равно, конечно, переживал за него. Все равно я смотрел, как бы переживал за этот бой. Ну как бы неприятная ситуация, если честно. Вот так вот. Какую-то ошибку сделал непонятную. И никогда он его не делал. Эти ошибки куда-то вниз начал смотреть изначально. Но это мои личные выводы. Куда-то полез вниз, и мы с колена встретили. Как можно с высоким человеком, который такой попрыгунчик, и вниз смотреть, что он там потерял-то? И поймал с колена. Ну естественно, это как-то неприятно было такое смотреть. Тебе сколько лет? Точнее, вам. Сколько лет? Ну серьезно, сколько лет? 22. Это важный вопрос. 22. Саша, тебе сколько лет? Ну я постарше чуть-чуть, видимо, буду 35. Нет, 35. 35, а тебе? 38. 38. Не изучил меня. Да подожди, мне вот интересно. Саша, а ты смотрел бои Лехи, когда он еще в М1 был? Конечно. Нет, ну ты такой, вот, вот есть два великих чувака, сейчас смотри на эти лица. Артур Гусейнов. А то он-то в М1 зажигал ведь тогда, в те годы. Правильно я понимаю? Он пораньше зажигал. Пораньше даже еще. Пораньше все это, ветераны, в общем. Ну вот, Юра Виша, М1 это реально 27, 28. Нет, это как бы я-то и молодой. Вот сорел, вспомни, пожалуйста, какой-нибудь эпизод, когда такой турнир, там, может, с пацанами смотрел, Леха там дрался за поезд, не за поездом. Нет, я много боев помню. Нет, кстати, у Алексея, что классно, это там всю карьеру его прослеживается, в том числе в бытность чемпиона в М1 и так далее. То, что он постоянно добавляет от раунда к раунду. Вот тут у него есть какая-то суперспособность, которую я... Дизель. А? Дизель. Дизель. Который мне, ну, мне нравился, я отвечал и так далее, и так далее. Как бы классная история. Просто я... Я на химии сидел, как пишут. Но, Леха, столько прошел вообще, ты же прям, получается, сколько поколений бойцов прошел, те, кто уже закончили, ушли, а ты все дерешься. Да почему не все ушли? Не, не все, но большинство. Александр Павлович, к примеру, он не ушел уже со спорта, он до сих пор дерется, еще и пытается каждый месяц где-то драться. И то я его старший на 18 дней. Интересный срок. Интересный срок. Вот. Скажи мне, пожалуйста, вот ты прошел очень много всего. Мы до этого разговаривали о разных организациях, поэтому вопрос к вам обоим. Как так вышло глобально, что крутая организация, которая гремела по всему миру, ну, мне кажется, в Европе уж точно, имела своих чемпионов, просто прекратила свое существование, сейчас называется какими-то левыми именами и так далее. Как так истории-то заканчиваются у нас вообще? Ну, во-первых, не называется сейчас никак левыми именами. Ну, то есть М1 не существует сейчас. Ну, хорошо, она не существует. Есть там ММА-серия. Вот. А заканчивается очень просто, деньги кончились и все. Как так вышло, что у М1 было тысячи фанатов по всему миру, ну, по Европе, там, в России, там, и так далее. А не нашлось там тех людей, которым могли бы помочь просто. Не-не-не, там же, на самом деле, как сказать, была долгая история. Были разные люди, у которых были деньги, которые им помогали. То есть они делали там турниры, турниры, там, не знаю, в Ингушетии, в Сыктывкаре, в Хмао, с тюменскими ребятами, как раз с новым потоком, прошлой командой Алексея, они очень много всего делали. В Оренбурге, соответственно, ну, просто жизнь сложилась таким образом, что этих каналов, как бы, финансирования сейчас нет. А так как, как сказать, сами они себя не окупают за счет, там, билетов или продажи чего-то, контента, трансляции, чего угодно, деньги кончились, все, привет. Ну, это же как бы, а как еще? Да и Вадим тоже поднаелся, он уже устал, он уже хотел продавать организацию. Походу, все уже. Я начал, кстати, как раз в ММА движение, или в ММА, до сих пор не могу понять, спустя столько времени, и как раз ты дрался в Бразилии, правильно я понимаю? Если сейчас я ничего не путаю, я вряд ли я путаю. Это был какой-то там один из первых турниров в Бразилии, и как раз ты выступал там, правильно? В Бразилии на UFC. Да. Было же дело? Да. У меня вот... Когда карантин был, закрыли мы без зрителей там. Все верно. Давай про это поговорим, очень мне было интересно задать сразу же вопрос. Ты выходишь в пустой зал, кто-то рассказывает, что это вообще очень странное ощущение. Ты выходишь, не понимаешь вообще, что происходит. Не, ну понятно, ты выходишь, вот как вот приходишь в эту студию, никого нету, пришел, подрался, как на спаррингу. Нету того ощущения, азарта нету. Совсем все по-другому. И ты вот выходишь такой, и еще мало того что... Кричат там, там два человека, у него... Зато угол слышишь, да? Что-то покричали, все, подрались, а ушли как будто так, опытом обменялись, в зал сходили и все. А когда зрители, это совсем другое, другие ощущения. Как ты пережил исход этого боя? Пережил? Да как пережил? Пару дней так задумывался, конечно, настроение было не алло. Конечно, если ты проигрываешь, какое настроение может быть? Естественно, я понимал, что этот бой, как бы... Да, ну, это мое личное мнение и мнение моих близких, друзей, кто смотрел этот бой, как бы и по... Ну, смотрели по расчетам, кто там выиграл, не выиграл. Получается, что победа-то за мной была. Просто ничего он такого не сделал для победы. Чтобы можно... Я не скажу, что я сделал что-то много для победы. Ну, во-первых, в Бразилии драться с бразильцем явно было, чтобы понятно, что надо будет досрочно заканчивать бой. Только таким вот образом можно их выиграть. Потому что у них там тоже судейство такое было. Знаешь, бой этот провел, я понимаю, что я вроде бы выиграл этот бой, а поднимают руку ему. Хотя Елизео стоял, говорит, и вот так вот мне... Ты сам был уверен в своей победе? Я был уверен в этой победе. Как так выходит? Вот, Сань, ты же больше с ЮФСи общаешься, и вы варились в этой истории, что у нас есть просто огромная проблема того, что сидят какие-то типы вот так вот по ходу октагона, и эти типы каждодневно, каждотурнирно делают так, что происходит какое-то обсуждение. А при чем тут с ЮФСи? Сделайте свою бригаду судей, возьмите за них ответственность, откройте школу судей по ММА. Ну, это же здорово. Чтобы наши выиграли, нашим подслуживали. Почему нашим? Да нейтральные должны быть. Так нейтральные судьи ЮФСи. Нейтральные судьи, с которых Дана бы спросил, сказал, вы что, пацаны? Так они могут продвинуть того, кого им нужно продвинуть. Ну, условно. Есть же такая движуха. Тоже есть. Хочется, чтобы побеждал вот этот, потому что мы видим, в нем большой потенциал. Ну, пусть он победит. Ну, это же мрак. Это же просто мрак, понимаешь? Нет, давайте так. Ну, то есть, спорные судейские решения, естественно, есть. Так. И они, ну, это некий процент от всех решений, правильно? Ну, то есть, искоренить это как бы полностью, это примерно сказать, что давайте мы завтра там победим преступность или коррупцию. Потому что, как правило, это человеческие ошибки. То есть, есть моменты там своим, не своим. Так. И так далее. Конечно, они есть. И они есть везде. Но, как правило, это судейские ошибки. Да, там, вот как, я не знаю, там, был бой у Петра Яна. Через неделю такая же ситуация, совершенно другое решение, да, как бы. То есть, как ты сделаешь супер людей, которые не ошибаются? Ну, вряд ли. То есть, если мы там обучим нейросети и компьютеры оценивать бои как бы в цифрах и без как бы субъективизма человеческого, ну, тогда, наверное, да. В связи с этим вопрос. Есть два варианта развития событий. Хочу от каждого мнения из вас. Есть Майорбех Хасиев, мы вам не, пацаны, да, не держите нас за пацанов. Выходит, там, глава говорит, стоп, я принимаю вот такое решение. Сколько вам же так же он выходил там, менял решение. А есть другая... Он не менял решение. Он признавал бой несостоявшего. Конечно. А с другой стороны, есть ситуация у Коли Алексахина против Садиба Су, они дрались. Да. Когда, типа, знаешь, там, судьи поднимают руку Садиба Су. Садиба же, да, это был? Да. А все три онлайн-судьи, там, еще какой-то онлайн-комиссар, там, онлайн-комитет. А, ну, это... Все выдают победу, типа, поле. Так. Вот как в этой ситуации иметь вообще... Может ли глава лиги просто выйти и говорит, не, мужики, я не признаю этот бой? Не, ну, как мы видим, на практике может где-то, а где-то не может. То есть они, они как бы, они создают продукт, который продают. Этот продукт может нравиться, чем-то не устраивать, или устраивать, его можно улучшать, ухудшать, но это продукт как бы. Да, и они работают на потребителя. Вот. Мэрбек Хасиев не работает на потребителя. Вот и все. Давай вспомним бой в ИСЕ в Артанян-Коков. Да. Помню. Изменили результат боя? Нет. Нет. Реванш дали. Нет. Реванш – это понятно. Потому что бой был достаточно близкий, интересный, конкурентный и так далее. Но суть-то в чем? Не изменили же решение. Ну и все. Леха, а ты как считаешь, должен вот выходить глава организации и говорить, стоп, мужики, хватит? Типа… Это только у нас в России, может, так не должно быть вообще. Почему? Ну, потому что есть судьи, все должно быть как бы. А если судьи тебя взяли победу и лишили, у тебя, может, там дальше карьера бы нормально сложилась? Ну, если они так решили, так решили еще теперь. У нас свое мнение у каждого бойцов будет. Все хотят выиграть и выиграть. Ну, засудили, значит, вот и все. И с этим и живешь, и понимаешь. А так и судьи, они решают этот вопрос. Ну, значит, им доверились. Я вопрос к Алексею. Хочу к боям вернуться немного. Значит, я себе вот не очень представляю, какое чувство должно быть у бойца, когда он 20 боев подряд не проигрывает вообще. Вот мне реально интересно, что ощущаешь, когда ты выходишь на 19-й бой, когда ты не проигрывал, на 20-й. Потому что, Лёх, какой брутальный парень скажет, это просто цифры. Я не выполняю свою работу, я же боец. Ну, нет, вот есть какое-то ощущение такое? Какое оно? Ощущение? Да я не могу не сказать, какое это ощущение. Обычное, да и все. Выходишь, делешься, свое дело делаешь. Да? Конечно, Лёх, все правильно. Все понятно, да. А там какие-то ощущения мне многие вопросы задают. А вдруг ты проиграешь? И поражение не скажет тебе. А вдруг ты проиграешь? Какое ощущение было? На самом деле, знаешь, о чем Лёх? Ну, если проиграешь, это твои ошибки. Это твой трамплин, который на ты ошибках своих учишься, и делаешь выводы, и идешь дальше. У тебя трамплина, ты 20 боев подряд не был. Короче, у меня есть история про Алексея. Следующая, когда я был чуть моложе, один из первых десяти людей, у которых я брал интервью, был Алексей. Я тогда еще готовился к интервью, и после как раз вот UFC Бразилии. И знаешь, и там я искал интересные факты про Алексея, и там было написано о том, что Алексей пьет кровь морала. Правда ли, что вы употребляете кровь морала? Да это обычный горнолтай. Интересно, люди, которые приезжают туда отдыхать, кровь уж купит, а она там, это не допинг. Он такой, ну да, пью. Ну, это полезно. Я говорю, Лёх, это кровь морала. Это два слова, которые вообще неупотребимы в слове пить, понимаешь? Типа, ну, нет, да, все нормально, пью кровь морала, все хорошо. Кровь морала пьешь, спустя вот три года тебя спрашивают. Так же? Хочу обсудить гран-при AC. Вот у меня сегодня, когда я думал, о чем мы будем разговаривать, мне очень интересно поговорить про гран-при AC. Как вы считаете, давайте мы с вами попробуем спрогнозировать полностью, как мы увидим вообще полуфиналы, какой мы увидим финал, кто выиграет, почему выиграет. Мне очень это интересно. Первый полуфинал давайте обсудим, начнем сразу же так, с Жосткова, Кошкин против Артема Резникова. Кошкин опытный, конкуренцию составит Артема хорошую. Я Артема знаю хорошо, я к нему ездил, у нас тренировался в ОМОТУ, как бы я с ним побольше общаюсь, чем с Андреем Кошкиным. Хотя мы с Андреем и в Дагестане встречались, и вот в Горнолтай ездил, он там как бы тренировался. Он опытный, духовитый, как бы знаешь, сдаваться не будет, но в плане технических, в техническом моменте у него есть маленькие пробелы. Вот, то, что борьба, у него, я скажу, не на высшем уровне, ударка у него хорошая, он такой, нестандартная работает, если честно. Как бы есть некоторые прям стали, все четко, левый, правый, боковой, как по книжечке, у него все как-то летит в разнобой, ну, из-за этого как бы нестандартности, мало кто знает, как защититься. Он хорош, функционально хорош, но я как бы ставлю больше, наверное, ставку на Артема Резника, потому что у Артема, у него чуть-чуть другая работа, он такой более тактичный, чуть-чуть маленько с головой еще подходит, и он может где-то здесь его перевести. А я знаю, как Артем борется, я с ним боролся, со многими боролся, я с Артемом боролся, очень тяжело из-под него встать, он очень хорошо контролирует, как плита. Поэтому в какой-то момент, если он его переведет, то Андрей, он составит очень серьезные проблемы. Почему? Я сделал выводы, потому что он с Алибаговым дрался, Кошкин, на Исея, как раз мы с Пашей Гордеевым ездили, он там дрался. Вот, я посмотрел этот бой, он мог бы выиграть этот бой, но мне не понравилось, как он тактично подошел к этому бою. Вообще неправильно, а хотя он мог бы Алибагова выиграть. Но он его переводил, вообще простые переводы были, со стойки. Ну, блин, как тут не устоять? Там можно же устоять, эти все моменты отработать. Просто переводил, он лежал. Хотя он мог его Багово переводить, потому что я знаю, что Багово переводишь, он лежит и не встает, он устает. Собственно, так и было, по-моему, в третьем ровне. Он бы его выиграл тактично, но тактично неправильно подошел к этому. То есть, ты говоришь, победа Резника. Ну, я за Артема Резникова, наверное, скорее всего. А в каком досрочная победа по очкам? Слушай, я не могу сказать насчет этого. Я там не ванга, чтобы предсказывать все эти моменты. Я могу лишь только сказать, что Артем фаворит, вот и все. А как там произойдет, я не знаю. Ты сам же понимаешь. Палыч вышел с колена, ударили, все. Хотя он был фаворитом, я думал, что он досрочно закончится. А в итоге получилось наоборот. Саш, твое мнение? Ну, смотрите, у них большая разница в антропометрии. То есть, для легковеса Кошкин такой достаточно крупный парень. Алексей абсолютно правильно сказал, что в бою с Баговым были тактические ошибки. Потому что на тот момент, готовясь в лагере, Андрей опасался атакующей борьбы снизу. Типа Багова. И поэтому, ну, как бы, занимать положение просто сверху, типа, в партере, не рисковал. Чтобы ему что-нибудь не оторвали и так далее. В третьем раунде он как бы понял, что нет, если ты его переведешь, он у нас под тебя не встанет. Несмотря на то, какой он там борец и так далее, и так далее. Но, как бы, развить этот успех уже в силу разных обстоятельств не смог. Вот. Не думаю, что Андрей будет, как бы, ну, так скажем, повторять эти свои ошибки. При этом и Багов, и Резников, как борцы, они все-таки разные, да, по тому, что они делают и что собираются делать. Действительно, бой будет напряженный. Бой такой не очень понятный, да, как бы, его трудно сейчас там оценить и так далее. Вот. Ну, как бы, я, естественно, свой выбор тоже уже сделал. Вот. Но думаю, что бой до решения дойдет по-любому. А зависит ли это от того, как сейчас Андрей уже себя ведет на диете? Вот вроде два месяца. В диете? Да. Сейчас вот два месяца до боя получается, да, примерно? Да, да, да. И 70 килограмм для Андрюхи достаточно тяжело будет. Почему? Да он же гонял, он всегда же в 70 дрался. Он в 77-то недавно перешел. Да, он уже не знает. Резников просто сказал, что, типа, вот в 70 ему будет не самое комфортное. Ну, нет. Что значит комфортно? Вообще гонять вес некомфортно. Вот у Алексея спроси, неважно, 3 килограмма ты гоняешь или 5? Да, сколько бы гонять, кстати говоря, перед боем? А я сейчас вешу 84 500. Ну, посчитай, сколько надо на 77. Ну, вот, а Кошкин, ну, перед началом сгонки и всего остального, весит 82. Ну, как бы, не что-то сверхъестественное, это не 20, там, сколько-то килограммов, которые... 15 килограммов, да, можно согнать. Если правильно диету, всю тренировку он будет вести. Ну, то есть, грубо говоря, ты за решение, которое закончится в пользу Андрюхи. Да. Второй полуфинал. Раисов-Вартанян. Здесь, я думаю, Раисов играет. Что-то все прям за Раисов все-таки. Раисов-Раисов-Раисов-Раисов. Почему? Ну, я тебе одно скажу. Он вообще трудоголик, он постоянно тренируется, он идет своей целью. Он такой, как бы, упрямый, характер есть, и поэтому он может хороший бой провести. И у него хорошая защита от борьбы. А Вартанян, он часто идет вперед, рубится, старается клинчевать, много бороться. Ну, борьба у него, я не скажу, такая, что на высшем уровне. Она какая-то есть, но тоже у него такая, знаешь, своеобразная у него своя техника. Ну, у Раисова получше будет борьба. Если он не даст ему возможность бороться, он в стойке перебьет его, потому что Вартаняна стойка похуже. А у Раисова получше. И причем борьба, даже не хуже. Поэтому, знаешь, такие моменты, что если так обсуждать этот бой, то, конечно, у Раисов будет получше. Ну, видите, в клетке всякое может произойти, опять же. Ну, я думаю, что Раисов, скорее всего, выиграет. Ну, это и судя по его боям. И смотрел, как дрался Вартанян, я понимаю, что на техническом уровне Раисов чуть повыше. Сань? Ну, я тоже соглашусь, что Раисов, он сфокусированный. А у Вартаняна, ну, во-первых, вообще в карьере такая пауза, не очень понятные бои и так далее. Плюс у него сейчас много всяких других забот, связанных с армянскими делами и так далее. С другой стороны, в большинстве своих боев в ACB и в ACA Вартанян же был андердогом, если я не ошибаюсь. Вот, но при этом ему как бы это не мешало в каком-то достаточно значимом проценте выигрывать. Но я тоже соглашусь, что, скорее всего, ну, для меня, по крайней мере, да, фаворит, он будет Раисов. Ну, и, соответственно, переходим к финалу. То есть для тебя, получается, финал Резников против Раисова. Ну, они уже дрались. Уже видали, да, мы. Для тебя Кошкин против Юсуфа. Ты как считаешь, сможет Резник повторить успех? Тут, смотри, уже такая ситуация. Во-первых, когда первый раз дерутся, какие-то выводы они делают после боя, правильно? Второй раз уже дерутся, тут уже конкретно такой серьезный риск, ответственность. Это все зависимо от того, как подготовиться. А здесь уже я ничего сказать не могу. Может, тот и тот выиграет. Первый раз он не был готов, Раисов. Он не знал, как он будет действовать, Артем. Поэтому, как бы, были сложности какие-то определенные. Но если Артем так же будет, как первый раз в бою делать, то он может проиграть. Ему чуть-чуть надо будет план менять, чуть-чуть поагрессивнее работать. И у него есть эти данные. Он взрывной, маленький такой. Он может где-то и в ноги проходить. А он даже, ну, как бы, не борол его. Потому что понимал, что Раисов хорошо борется. Где-то в партере может выйти. И Раисов был готов к этому. Если он чуть-чуть поагрессивнее будет, не будет, ну, больше избегать этого боя, то, возможно, он может, он на руках может хорошо перебить. Потому что он за счет своих скачков, за счет своих ног взрывных, он очень хорошо заходит и может выйти из этого, из дистанции. Ну, как бы, это с моей точки зрения вот так вот. Тогда, да, он может что-то сделать, обманывать где-то проходами. Потому что он сам пониже. Он может показывать, что в ноги показывает, а сам может ударить. Если он будет такими моментами обманывать, раздергивать, и более агрессивно бой вести, он может выиграть. Но если так же будет драться, как в прошлый раз, Раисов уже подготовится, он уже понимает, как надо с ним работать. Но он может проиграть этот бой. А ты, Саша, как считаешь, а если Резников будет драться с Юсуфом, кто победит? Сейчас тоже 50 на 50. Потому что, как бы, непонятно, какие они изменения. В тактический план, в подготовку оба внесли, да, уже зная друг друга и так далее. Ну, а если финал будет, как ты и говоришь, Кошкин против Юсуфа? Ну... Это же проще, чем против Резникова. Я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, да. Ну, на мой взгляд, да. Опять же, да. То есть там все равно у Раисова немножко другая борьба. Он не такой взрывной. У него другие, так скажем, сильные и слабые стороны. При этом, опять же, антропометрия, ударка Кошкина никуда не денется. Я думаю, что Андрей себя вполне неплохо почувствовал бы в этом бою. Поэтому посмотрим. Короче говоря, у нас есть два варианта, что выиграет гран-при либо Резников, либо Кошкин. Это по предсказанию гостей. Нет, ну, знаете, статистически, как бы, оценки экспертов, они чуть хуже, чем подбрасывание монетки. Поэтому, как бы... Ну, и еще раз спрошу прогноз еще на один бой. Алексей, будем его отпускать. Впереди нас ожидает большой турнир. Магомед Исмейлов против Александра Шлеменко. Твой экспертный прогноз. Разложи, пожалуйста, кто же должен победить. Агрессия Шлеменко... Смотри, трехраундовый бой будет или пятираундовый? Трех. Трехраундовый? Да. Они уже пяти хотели делать. Нет, потом вернее сказали. Ну, у Александра есть свой конек и преимущество. Как вот говорил, что, да, там, с первого по второй раунду он набирает обороты. Он тоже как Дизельбин. У него так устроено сердечко, которое работает, которое вот именно набирает именно с первого раунда. Не стартует, но зато потом начинает давить за счет своего функционала он берет. Это его преимущество. Он всегда просит везде пятираундовые бои. Почему? Потому что он знает, это его конек. Вот. Но здесь трехраундовый бой, потому что Исмейлов, он плохо дышит. Как бы ни крути, он сколько готовится, делает свои тренировки, там, не знаю, тренируется или нет, но он выдыхается. Уже со второго, третьего раунда он может выдохнуть. Вот. Поэтому здесь будем так вот сделать. Смотри. Я думаю, что если первый раунд Исмейлов не заберет досрочно, то он составит Александр ему проблемы. Потому что к этому бою он будет подходить более серьезно. На данный момент, когда его сейчас выиграл Ильич, он всегда после поражения чуть-чуть меняется. Я его просто знаю уже. Он сфокусированный, он уже посерьезнее относится к этому бою. Он подошел расслабленно, потому что он понимал, что он в фаворе. Но сейчас, на данный момент, он может изменить свой тренировочный процесс. Он может очень хорошо к этому бою подготовиться. И он может, и тем более стилистически Александру он очень удобен, Магомед Исмейлов. Потому что он может защититься от него, от борьбы. Он понимает, как надо подсечь, чуть стоечка, какая должна быть под борца. В плане то, что Исмейлов, он взрывной, тоже такой прыгучий, постоянно бьет разнообразно. Все постоянно работает по этажам. Он такой обманывает, он думающий как бы боец. Но, знаешь, если он так много двигается, будет много накидывать. Александр, если будет перекрываться много, то он выдохнется в первом раунде. Ладно, первый раунд он может забрать. Второй может уже такой, 50 на 50. Но Шлеменко будет накручивать в конце, там, либо вторую половину второго раунда. Он может забрать, это 100%. Третий раунд может уже досрочно быть. То есть, короче, победа Александра Шлеменко. Ну, я, скорее всего, да, думаю, что Александр выиграет. Ну что, я думаю, на этой ноте можно заканчивать. У нас есть экспертный прогноз. Алексей, большое спасибо за то, что посетил, рассказал нам все прогнозы. Можно даже деньги поставить на эти прогнозы. Это мое мнение. Потом не надо мне потом... Он говорит, знаешь, это мое мнение. Как мне деньги, как мне писали, как ты так вот сделал. Это мое мнение. Но, если ты выиграешь, он всегда себя спросит. Друзья, всем большое спасибо, Алексей Кунченко. Самое интересное, перебью, то, что когда тебе пишут, говорят, ты почему проиграл, говорят, ты верни мне деньги. А когда я выиграл, стал, почему ты мне деньги не давал? 10, 20, 30. Меркантильность телеканала «Бокс ТВ» Алексей Кунченко, Александр Скоредин, Юрий Яговкин и Дмитрий Изгагин. Увидимся на следующем подкасте. Все, не мешки ворочать, да? Все, не мешки ворочать, да?